Евгений Чарушин Томка У охотника я увидел пёсика. Он вот какой! Уши длинные, хвост короткий. Охотник рассказал, какой пёсик понятливый, как на охоте помогает, и умный-то, и не грязнуля. От этого пёсика, говорит, есть щенки. Приходите, поглядите. И мы с ним пошли. Щенки небольшие, только что научились ходить. Который-то из них, думаю, мне будет помощник на охоте. Как узнать, кто толковый, а кто не годится? Вот один щенок, ест да спит, из него лентяй получится. Вот злой щенок, сердитый, рычит и со всеми лезет драться. И его не возьму, не люблю злых. А вот ещё хуже. Он тоже лезет ко всем, только не дерётся, а лижется. У такого-то и дичь могут отнять. В это время у щенят чешутся зубы, и они любят что-нибудь погрызть. И один щенок грызт деревяшку. Я эту деревяшку отнял и спрятал от него. Почует он её или не почует? Щенок начал искать. Других щенят всех обнюхал, не у них ли деревяшка. Нет, не нашёл. Ленивый спит, злой рычит. Не злой злого лижет, уговаривает не сердиться. И вот он стал нюхать, нюхать и пошёл к тому месту, куда я её спрятал. Почуял. Я обрадовался. Ну, думаю, вот это охотник. От такого и дичь не спрячется. Назвал его Томкой и стал растить помощника. Как Томка научился плавать. Мы пошли гулять и взяли с собой Томку. Сунули его в портфель, чтобы он не устал. Пришли к озеру, сели на берегу и стали кидать камушки в воду. Кто дальше бросит? А портфель с Томкой на траву положили. Вот он вылез из портфеля. Увидал, как камушек плюхнулся в воду и побежал. Бежит Томка по песочку. Косолапый, неуклюжий. Ноги у него в песке так и заплетаются. Дошел до воды, сунул лапы в воду и на нас оглядывается. Иди, Томка, иди, не бойся, не потонешь. Полез Томка в воду. Сначала по животик зашел, потом по шею, а потом и весь окунулся. Только хвост обрубочек торчит наружу. Повозился, повозился. Да вдруг как выскочит и давай кашлять, чихать, отфыркиваться. Видно, он дышать в воде вздумал. Вода и попала ему в нос да в рот. Не достал камушка. Тут мы взяли мячик и кинули его в озеро. Томка любил играть с мячиком. Это была его любимая игрушка. Шлепнулся мяч в воду. Покрутился, покрутился и остановился. Лежит на воде, как на гладком полу. Узнал Томка свою любимую игрушку и не стерпел. Побежал в воду. Бежит, повизгивает. Но теперь носом в воду не суется. Шел, шел, да так и поплыл. Доплыл до мячика. Цап его в зубы и обратно к нам. Вот так и научился плавать. Томка и корова. Когда Томка был совсем еще небольшим щенком, я взял его с собой на охоту. Пускай приучается. Вот ходим мы с ним. Томка за бабочками, за стрекозами гоняется. Кузнечиков ловит. На птиц лает. Только никого поймать не может. Все улетают. Бегал он, бегал. Так уморился, что сунулся в кочку носом и заснул. Маленький еще. Обудить мне его жалко. Прошлось полчаса. Прилетел шмель. Бунчит летает над самым Томкиным ухом. Проснулся Томка. Покрутился с просонья. Поглядел, кто это такой спать мешает. Шмеля он не заметил. А увидал корову. И побежал к ней. А корова паслась далеко-далеко. И должно быть показалось Томке совсем маленькой. Не больше воробушка. Бежит Томка корову загрызать. Хвост кверху поднял. Никогда он еще коров не видал. Подбежал поближе. А корову уж не своробушка. С кошку ростом кажется. Тут Томка немного потише побежал. А корова уж не с кошку, а с козу выросла. Страшно стало Томке. Он близко не подошел. И нюхает. Что за зверь такой? В это время шевельнулась корова. Ее, наверное, кто-то укусил. И побежал от нее Томка. С тех пор он и близко к коровам не подходит. Томкины сны. Когда Томка спит, он лает во сне. Повизгивает. А иной раз и лапками шевелит. Будто бежит куда-то. Спрашивают у меня ребята. Почему это Томка лает? Ведь он же спит. Он сны видит. Отвечаю. А какие? Да, наверное, какие-нибудь свои собачьи сны. Про охоту, про зверей, про птиц. Человеку таких снов не увидеть. Вот интересно-то, говорят ребята. Обступили они Томку. Глядят, как он спит. А Томка спал-спал и залаял тоненьким голоском. Я и спрашиваю у ребят, чего же это он во сне видит? Вам понятно? Понятно, говорят ребята. Это он зайчонку увидел. Небольшого. Томка поспал еще немного и лапками пошевелил. Вот, говорят ребята, это Томка побежал. За кем побежал? Да не за кем, а от козы. Он ее увидел, а она бодается. Тут Томка зарычал, залаял. Проснись, закричали ребята. Проснись, Томка. Ведь он тебя сейчас съест. Кто, спрашивают, съест? Медведь. Томка с ним подраться хочет. Медведь-то вон какой страшный. Томке с ним не справится. Ребчонок. Взял я как-то раз корзинку и пошел в лес по грибы. И Томка со мной побежал. И вот не дошли мы еще до леса, как Томка закрутился, завертелся на одном месте около елки. Стал принюхиваться. И вдруг совсем близко от нас кто-то захлопал крыльями. Посмотрели мы за куст, а там ходит какая-то удивительная курочка. Ходит и на нас глядит. Пестренькая такая, мохнатые лапки, а на голове черный хохолок. Вдруг курочка поползла по земле, потом встала столбиком, шею вытянула и еще похлопала крыльями. Похлопала, взъерошилась вся и поскакала куда-то вбок. Это она хитрит. Томку от цыплят отводит. А Томка, как увидал репчиху, так сразу и кинулся за ней. Репчиха прихрамывает, подлетывает, еле бежит, будто она совсем больная, притворяется. А Томка и рад. Вяжет, лает, вот-вот догонит репчиху. Вот-вот за хвост ее схватит. Глупый Томка. Увела его репчиха далеко-далеко и потом, видно, села на дерево. Слышу, Томка лает на одном месте. Приподнял я с земли прелую еловую ветку и вижу, какой-то гриб поганка торчит на тонкой ножке. А под поганкой репчонок сидит. Спрятался и глаза закрыл. Я цап его рукой и словил. Готово. Попался маленький. А-а-а, вот он какой. Совсем как настоящий цыпленок. Только поменьше, да весь полосатый и пятнистый. Это для того, чтобы легче было прятаться. Еще пуховый. А на крылышках перья. Значит, уже летает. Я разжал руку. А репчонок сидит у меня на ладони и не двигается. Боится. Тут я немножко его подкинул. Он и полетел. Пролетел шагов пять, сел на землю, да из глаз пропал. То ли в ямку сунулся, то ли под какой-нибудь листочек залез или просто прижался к земле. Только сразу потерялся. Ну и ловко прячутся эти репчата. А глупого Томку репчиха еще долго обманывала. От дерева к дереву водила. И так далеко увела, что Томка чуть не заблудился. Ну вот вернулся Томка, усталый, пыхтит, лег и заснул. Прошло немного времени, не слышно, откуда-то появилась репчиха. И из-под шишки, из-под какого-то бугорка, из-под травки выскочили репчата-цыплята. И когда Томка проснулся, я его увел с этого места. Репчат пугать да репчиху гонять бестолку не надо. Как Томка не показался глупым. Томка не любит, когда над ним смеются. Он обидится, отвернется. А потом он научился делать такой вид, что не над ним смеются, а над кем-то другим. Как-то заметил Томка курочку с цыплятами. Идет поближе, хочет понюхать. А курочка как закричит, как прыгнет на Томку и поехала на нем. Едет, клюет Томку и кричит. Так и слышно, как она выговаривает. Ах ты такой сякой, невоспитанный! Вот я тебя, вот я тебя, не смей к цыплятам подходить. Томка обиделся, но не захотел показаться смешным и сразу сделал вид, что никто его не клюет, никто на него не кричит. И тогда курочка соскочила с него и вернулась к цыплятам.